Осенью 1940 года несколько французских подростков прогуливались вдоль берега реки Везер. Вместе с ними была собака одного из друзей, которую чем-то привлекла большая яма в земле, образовавшаяся после того, как в дерево попала молния и то повалилась. Подойдя к яме, друзья заметили два узких прохода, в один из которых залез питомец. Ребята полезли за собакой, но небольшой коридор все не заканчивался и в итоге привел их в темную пещеру. Вход в пещеру Лоско. На фотографии двое подростков, их учитель Леон Лаваль слева и исследователь Анри Брейль справа. Жак Марсаль, Марсель Равида, Симон Каенко и Жор Шанель, так звали подростков, обнаруживших пещеру. Сразу после этого инцидента они рассказали обо всем, своему учителю Леону Лавалю. Вооружившись фонарями вместе, они отправились изучать пещеру. Туннель хоть и был узким, но взрослому человеку удалось протиснуться. Наконец-то, оказавшись внутри перед группой, открылся небольшой зал. Осмотревшись, они заметили, что стены пещеры покрыты наскальными рисунками. И говоря покрыты, я буквально имею в виду, что они были практически повсюду и в большом количестве. Первым специалистом, посетившим пещеру, был Анри Брейль, археолог, геолог, антрополог и эксперт по первобытному искусству, а ко всему прочему еще и католический священник. Он изучил немало наскальных рисунков на первобытных стоянках. Посетив пещеру, Анри подтвердил, что рисунки действительно подлинные и несколько месяцев проводил замеры пещеры и изучал древнее искусство, примерный возраст которого он оценил в 15 тысяч лет. Уже 27 декабря 1940 года пещеру Лоско, такое ей дали название, была признана историческим памятником Франции. Пещера находится на территории коммуны Монтиньяк в регионе Аквитания. Именно здесь Анри Брейль скрывался от немецкой оккупации, но по какой-то причине уехал из Франции, на несколько лет вернувшись только в 1949 году. По возвращению он вместе с другими исследователями продолжил изучение пещеры. Сама пещера относительно небольшая, общая длина всех галереи и проходов составляет примерно 250 метров, при этом средняя высота потолков целых 30 метров. Наскальное изображение можно увидеть практически везде, а в некоторых местах масштаб картин поражает, как например рисунки в зале быков, размер одного из них достигает 5 метров в длину. Этих рисунков действительно очень много, поэтому пещеру Лоско иногда называют Сикстинской капеллой первобытной живописи. Точный возраст изображения узнать, весьма сложная задача даже на сегодняшний день, не говоря уже о 40-х годах прошлого века. Однако Анри Брейль был очень близок в своей датировке. Ученые с помощью множества исследований, в том числе и радиоуглеродному анализу определили, что возраст рисунков варьируется от 15 до 18 тысяч лет. Это значит, что они относятся к позднему палеолиту, а если быть точным к салютрейской культуре, которую археологи относят к середине позднего палеолита. Эта культура была особенно распространена на территории современной Франции и севере Испании. Однако есть данные о том, что пещера посещалась и когда культура сменилась на более позднюю, Мадленскую. Сам Анри Брейль очень интересно и поэтично высказался о Лоско, если Альтамира – столица пещерной живописи, то Лоско и ее Версаль. Альтамира – пещера на севере Испании, в которой также было найдено множество наскальных рисунков. В пещере Лоско встречаются изображения разных животных оленей, бизонов, быков, зубров, лошадей, баранов и медведей. Встречались как отдельные рисунки животных, так и целые сцены, к примеру, охоты. Причем некоторые изображения настолько большие, что плавно переходят со стен на потолок. Конечно, далеко не везде высота достигала 30 метров, но все же было бы проблематично в некоторых местах рисовать прямо на потолке. На этот вопрос у археологов есть версия. При тщательном изучении пещеры были найдены отверстия на стенах. Ученые предполагают, что это могли быть строительные леса, которые использовали доисторические художники. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.